Здравствуйте, меня зовут Джорджий Иванович, я изучаю русский язык на филологическом факультете в Белграде. Подскажите, пожалуйста, что означает вержение «го» как сокол и как оно связано с птицей соколом? Здравствуйте, уважаемые зрители. Когда о ком-то говорят, что он гол как сокол, хотят подчеркнуть крайнюю бедность этого человека, отсутствие какого бы то ни было имущества. Возникает естественный вопрос, а в чем связь между бедностью и соколом? Эта хищная птица с длинным клювом и сильными острыми крыльями, парящая при полете, обширно представлена в русскоязыковой картине мира. Однако ассоциируется она с позитивными качествами – удалью, мужеством, зоркостью, быстротой, верностью. С соколами сравнивает автор слова о полку Игореве, князе Игоря и других русских князей. Летописцы часто называют соколами русских воинов. Обращение соколик выражало нежность и приязнь. Соколик мой в романе Пушкина-Дубровский называет главного героя его старая няня. Частотными являются выражения «взлететь как сокол», «добиться больших успехов», «глядеть соколом», «выглядеть гордо, молодцевато», «смелый как сокол», «глаза как у сокола», «очень зоркие глаза». В новейшее время позитивная ассоциированность сокола продолжает развиваться. Например, красными соколами часто называли советских летчиков во время Великой Отечественной войны. Как же может олицетворение мужества, иных позитивных качеств, быть одновременно символом бедности? Ответ прост. В выражении «гол как сокол» речь идет вовсе не о птице. В русском языке существовал амоним. Слово идентичное по звучанию и написанию, но отличное по значению. Соколом или соколом называли стенобитное орудие, железный или чугунный таран для разрушения крепостных стен или ворот. Поверхность этого сокола действительно была гладкой, то есть голой. Голый в значении «гладкий» было переосмыслено как голый в значении «бедный». И мы получили выражение «гол как сокол» – русский язык, великий, могучий и полный сюрпризов.